Что известно на данную минуту, специалисты Института изучения войны, проанализировав собранные данные, подтверждают продвижение якобы украинских войск, как они пишут, до 10 километров вглубь российской Курской области. А представитель Госдепа США Метю Миллер указал на ироничность заявления Путина о том, что нынешние события в Курской области являются провокацией Украины. Игорь Александрович, действительно, украинская власть молчит, украинские военные молчат, и более того, я вчера обращался к бойцу Легиона Свобода России спросить, и они молчат, то есть режим тишины. Украинские журналисты, с которыми я вчера общался, которые обычно имеют оффрек с тоже украинскими военными, говорят, что все, режим информационной тишины. И если сравнивать с предыдущей операцией, помните, когда РДК и Легион заходили, когда было много шума, фотографии, селфи, мы здесь, мы здесь, мы здесь, сейчас практически информационная такая тишина. Почему, как думаете? Вот складывается такое ощущение серьезности операции, и даже украинские военные из 3-й штурмовой бригады говорят, даже у нас минимум информации, и это здорово, значит, ну, вот еще раз подчеркивает серьезность этой операции. Да, я подтверждаю, у меня вчера был эфир с советником офиса президента Михаилом Подоляком, и он тоже, я пытался его пытать на эту тему, он держался и сказал, что нет, мы не комментируем, мы вообще не знаем, что там происходит. Вот, ну, это я шучу, но вот так он сказал, что нет, мы не комментируем эти события. Вот, ну, что я могу сказать, это здорово, действительно, это умение держать паузу. Вот, великих актеров это всегда отличало, умение держать паузу, это действительно так. Значит, на самом деле это действительно создает, создает вот такое вот, вот это оглушительное молчание украинского военного политического руководства создает, в общем, так сказать, внушительность. Ну, заставляют гадать, а что же они хотят вообще? Все гадают, а это вот зачем? То есть, кто-то говорит, что это, это все, значит, нацелено на Курчатов, на Курскую, на Курскую, так сказать, АЭС, кто-то, ну, там явно не хватает сил, чтобы это, это все-таки, судя по тому, сколько, сколько, так сказать, вооруженные силы Украины туда бросили, вряд ли это возможно. Кто-то говорит о том, что это, ну, наиболее вероятно, это то, что действительно, это попытка переломить вот это вот ползучее, ползучее, наползание, я бы так сказал, я бы не сказал наступление, а наползание российских оккупантов на украинскую территорию. Потому что, в общем, ну, у Путина определенный вызов, куда, что ему делать, ему надо снимать с фронта, видимо, какие-то части, и это действительно вот такая вот проблема, потому что, если снять с фронта, значит, его вот это вот наползание прекратится, тогда возникает вопрос, а, собственно говоря, зачем тогда десятки, десятки тысяч российских военнослужащих уже лежат в украинской земле. То есть, это значит прекратится вот это вот наползание на российскую, на украинскую территорию. То есть, на самом деле, это действительно вот такой вот асимметричный ответ, который украинский Давид дал российскому Голиафу, который, то есть, превосходство во всех компонентах России, очевидно, большое превосходство и в численности, и в численности, и в количестве вооружений, в припасах, всего остального, это все, ну, безусловно, превосходство России очевидно. Россия очень большая страна, Украина не очень большая страна, здесь все понятно. Я бы не сказал, не очень большая страна, Игорь Исланович, простите, простите, но в рамках Европы это самая большая страна. Ну, я понимаю, да, по территории самая большая, но уже давно не по населению. Все-таки воюют. В этом тоже есть вина Российской Федерации, безусловно. Я же не говорю, мы же не говорим, чья вина, мы говорим о фактах, вот, если брать соотношение по численности населения, все-таки воюют, как правило, не квадратные километры, а воюют люди, хотя территория имеет значение. Здесь, конечно, превосходство России гигантское, вот, и по территории, но воюют люди, а людей у Путина намного больше. Что тут удивляться, и там все разговоры о том, что, с чья вина, это не имеет значения. Есть факт, есть соотношение, есть совершенно очевидное соотношение ресурсов. Этих ресурсов у Путина намного-намного больше. Точка, все. Дальше уже можно говорить о том, как, почему так получилось. Это уже, на войне это уже не имеет значения. Потом судить будут победители, как известно, всегда так бывает. Поэтому здесь, ну вот я просто хочу сказать, что уже не первый раз украинский Голиаф и украинский Давид находят асимметричные способы борьбы с этой тушей российской оккупационной армии, которая, в общем, оказалась сейчас в растерянности. Что и делать? Снимать с фронта нельзя, оставить украинские войска хозяйничать в Курской области тоже вроде как нехорошо. Ну и, конечно, все это производит очень такой хороший для Украины, плохой для России информационный и политический эффект. Потому что российский, ну вот я посмотрел, так сказать, российское медиапространство, оно очень странно отреагировало. Ну там в диапазоне от полного идиотизма, там один чудак написал на сайте главного государственного агентства российского РИА Новости, написал, что вот, значит, вот это вот, так сказать, операция в Курской области, вторжение в Курскую область, оно означает конец Украины. Ну да, так, в общем, это называется L-логика. Вот, то есть, то, что Украина перенесла войну на территорию России, это, конечно, действительно конец Украины. Вот, ну это идиотизм. А так, в общем, достаточно большое количество растерянных, так сказать, каких-то жалостливых комментариев теряются люди вот в этой ситуации. Ну, на самом деле, и вот это вот отсутствие какой-то информации со стороны военного и политического руководства Украины, оно придает вот этой растерянности еще больший уровень. Потому что одно дело, если бы Украина как-то прокомментировала, то можно было бы ответить. А здесь, когда они оказываются наедине со своими страхами, наедине со своими фобиями, наедине со своими догадками, ну и вот это вот выглядит, конечно, очень хорошо, мне понравилось, как отреагировали Соединенные Штаты Америки. То есть, там реакция очень простая. Значит, американского оружия там нет, F-16 не летает, значит, соответственно, хаммерсы не стреляют, значит, абрамсы и леопарды не ездят. Значит, все хорошо, все нормально, дальше Украина вправе делать все, что угодно, как говорится, работайте, братья. Не хотелось бы цитировать эту погонь, но тем не менее, вот именно так. То есть, американские, Америка отреагировала очень позитивно. Вот, так что, на самом деле, я не знаю, какое будет дальнейшее развитие событий, но в любом случае, это движение, оно не оставляет для России хороших ходов. Там все ходы плохие. То есть, снять с фронта для того, чтобы защитить Курцкую область, значит, это означает серьезный провал всей операции под Харьковом, всей операции на Донбассе. Не снимать, но так Украина будет дальше развивать этот успех. И там дальше, это может быть и Воронежская область, и все, что угодно. Вот, поэтому, в целом, это хорошая история. Это просто хорошая история, это хорошие новости. И моральный дух это, конечно, поднимает, потому что, на самом деле, последние месяцы вот этого ползучего, наползания российских оккупантов на украинскую территорию, когда, ну, в общем, постоянно там одно село, другое село оказывается под властью оккупантов. Это все, конечно, порождает некоторое уныние. Сейчас все, сейчас это уныние развеяно. Спасибо большое. Хорошо, я добавлю по поводу реакции Соединенных Штатов, вот то, что там нет, про американское оружие. Представитель Госдепа ответил на вопрос, нарушают ли действия якобы украинских сил в Курской области запрет США на удары американским оружием на территории России. Цитата. Отвечу так. Ничего в нашей политике не изменилось, и теми действиями, которые они сейчас предпринимают, они нашу политику не нарушают, сказал Миллер на брифинге, Мэтью Миллер. Но ведь действительно мы помним, что была договоренность, было разрешение использовать в прифронтовых зонах. То есть вглубь России было нельзя, но это же можно считать. Прифронтовой зонах. И это тоже, да, и это тоже. То есть, нет, ну там было подчеркнуто, что, так сказать, у нас ничего не изменилось, мы действительно не разрешаем стрелять вглубь. Вот, ну что такое вглубь, это до конца непонятно, там цифры какие-то назывались, но это все уже не имеет значения, потому что Соединенные Штаты Америки поддержали эту операцию, о которой они ничего, тем более, о которой они ничего не знают. Да, да, но они, видите, они тоже аккуратно в узка, они тоже якобы украинцы, то есть все выдерживается. Особенно замечательно это слово якобы, то есть это, конечно, может быть и не украинцы, вполне возможно, это марсиане, как обычно, прилетают и там что-то делают. Ну, так. А есть ирония, и вот такая двойная даже, сейчас попрошу зрителей нажать кнопку лайк, нравится. Ну, во-первых, да, я уже сказал о том, что американцы удивились, что Путин назвал это провокацией Украины, то есть когда он с 14-го года затеял гибридную войну на Донбассе, оккупировал, аннексировал Крым, и сейчас говорят, вот, Украина провоцирует. Вот. А с другой стороны, конечно, это же такое зеркальное получается, Путину ответка за их там нет. Ну, это на самом деле, ну, скажем так, не совсем зеркальное, все-таки их там нет, это тупо. А здесь просто молчание, а здесь просто молчание, просто пауза. Мне кажется, это троллинг гораздо более высокого порядка. Да, Украина не комментирует, а вот в России, как я уже сказал, комментирует, и вот и Путин отреагировал, сказал, что это провокация, начал с этого совещания. Медведев, я думаю, вы наверняка видели, тоже накатал пост опять про укронацистов, там, значит, ну, все в его стиле, ничего особо нового. Ну, вот один момент я зацитирую, так, тоже с легким омерзением, ну, что делать. С этого момента СВО должна приобрести открыто экстерриториальный характер. Это уже не просто операция по возврату наших официальных территорий, Игорь Александрович. То есть, подождите, СВО, о каких официальных территориях, мы понимаем, что все с точки зрения, там, изменений в Конституцию и того, что забродило у Медведева в голове, но, тем не менее, он говорит об официальных территориях, которые внесены в Конституцию, но в начале заявленной, так называемой, СВО, никаких территорий в состав Российской Федерации, введено не было. Вы все-таки упорно хотите найти логику в словах Медведева. Ну, поковыряться вот в этих... Ну, поковыряться, да. Но это дело совершенно без... Или в словах Путина, да. Ну, да. Вот с 2014 года бомбить территорию суверенного государства, а с 24 февраля 2022 года начать полномасштабную войну против мирного соседнего государства, это нормально. Ну, а если сдают сдачи, то делать обиженный вид и кричать, так сказать, а нас-то за что? Ну, слушайте, ну какая здесь логика? Логики в словах Путина, в словах Медведева, в том, что делает российский телевизор, сроду не было. Поэтому, ну, что тут искать? Ну, да, действительно, записали в свою Конституцию чужие территории, с таким же успехом могли бы записать туда, там, я не знаю, штат Техас, например, или Калифорния. А потом страшно возмущаться, почему там находят, почему там, так сказать, действует американская полиция, хотя это в российской Конституции записано. С таким же успехом это могли сделать. Ну, просто с таким же точно. Никакой разницы с точки зрения международного права нет. Могли бы всю Австралию записать себе в Конституцию в качестве 90-го субъекта Федерации. Ну, просто вот взять и написать. И проголосовали бы. Я еще раз говорю, я не говорю о каких-то фантастических вещах. Просто могли это сделать. Просто взять и написать. Вот 90-й субъект Российской Федерации – это Австралия. И описать географически на карте. Потом страшно возмущаться, почему Австралия нарушает Конституцию Российской Федерации. Но ведь происходит именно это. Поэтому вот искать логику здесь совершенно бесполезно. Здесь ситуация, когда напал бандит, пытается отнять у вас ваше имущество. Вы будете пытаться искать правовые основания поведения бандита. Ну, нет там правовых оснований. Нет там здравого смысла. Почему он напал именно на вас? Почему он, так сказать, пытается отнять ваше имущество? Почему он действует силой, а не пытается там как-то договориться? Ну, потому что он бандит. В данном случае он еще и террорист. Поэтому тут какие-то попытки найти логику в их действиях. Логика заключается в том, что они давно перешли уже на террористический способ жизни, образ мысли. Они действуют как обычные террористы, как обычные бандиты. Что тут? Какая логика в действиях Хамас, который напал на Израиль, поубивал кучу народа? Какое там право, какая логика? Путин точно такой же бандит и террорист, как те люди, которые 7 октября прошлого года напали на Израиль. Возвращаясь на несколько дней назад, New York Times писала, что Москва просила Вашингтон повлиять на Киев в связи с подготовкой некой тайной операции против России. Тогда, тоже пару дней назад, связали это с вероятным покушением на Путина. Это тоже громко обсуждалось, что якобы на день военного флота России, там, где выступал Путин с Белоусом вместе, якобы их должны были устранить. И по этому поводу обращалась Россия и звонил Белоусов Остину, Лой Гостину и просил повлиять на украинцев, не делать этого. Но вот сейчас прошло время, и, может быть, чуть-чуть перерасставив акценты, может, об этой тайной операции шла речь? Мне не представляется, что эта гипотеза очень сильная. И вот почему. Потому что если бы об этой тайной операции шла речь, то тогда они бы о ней знали. А если бы они о ней знали, то я думаю, что они могли бы, ну, по крайней мере, подготовиться. То есть, ну, вот представить себе, что вот здесь они знают и звонят Остину, чтобы предотвратить, а здесь они не знают, и поэтому ничего не делают для того, чтобы это... Ну, в конце концов, понимаете, одно дело, там, покушение на Путина, здесь, ну, да, я не знаю, было это в планах, не было в планах, но тут, по крайней мере, это покушение на... Это такое довольно... Его не всегда можно предотвратить. А вот, что касается такой вот, ну, почти практически войсковой операции, ну, там можно было бы, наверное, как-то перестраховаться, перебросить там на границу, не срочников поставить, а какие-то силы поставить и, так сказать, предотвратить это. Ну, явно, ну, все говорят, что они проспали. Ну, по крайней мере, вот такая оценка, что они проспали эту операцию, это, мне кажется, консолидированная позиция военных экспертов. Поэтому представить себе, что они об этом знали и при этом проспали, мне кажется, это слишком сильная гипотеза даже для нашего цирка. Хорошо. Я вам упомянул в самом начале, что вот сегодня дата ровно 16 лет назад, а сегодня, напомню, 8-е, 08-е 2024-го, а 08-го, 08-го, 2008-го, да, произошло вторжение в Грузию. И часто мы слышим, что получи тогда достойный отпор Путин, в сегодняшней ситуации бы не сложилось. Игорь Александрович, так ли, считаете ли вы так, и почему тогда мир вяло отреагировал на вторжение в Грузию? Да, я тоже так думаю. Я думаю, что, ну, скажем так, было еще до этого Приднестровье, если говорить о каких-то исторически первых, ну, постсоветской России, исторически первых каких-то актах агрессии против иностранного государства. Первая-то все-таки была Молдова. Но Грузия, ну, все-таки Молдова, там, так сказать, были какие-то там, ну, все-таки вот эта вот Приднестровская республика, там были внутренние какие-то проблемы. Здесь тоже были внутренние проблемы. Но Грузия, здесь было все настолько очевидно, настолько, так сказать, нагло, настолько безоговорочное нарушение международного права, территориальной целостности страны, агрессия, нападение, введение войск, это все было настолько наглое нарушение всех правил международных, что только вот уникальная ситуация, когда вот этот вот доклад Тельявини, он, по сути дела, ну, чуть ли не возложил вину, основную долю вины на Грузию. И это был кромешный позор. Просто кромешный позор. И причина очень простая. Грузия маленькая, Россия большая. Европа зависела от российского газа. Европа зависела от торговли с Россией на тот период довольно сильно. А от Грузии ничего не зависело. Вот решили. То есть, на самом деле, возобладала концепция реал-политик. Полностью реал-политик. То есть, не важно, что правильно, что неправильно, важно, что выгодно. И это был просто жуткий позор. Я просто хорошо помню, как все это было тогда. И когда ждали, вы ждали вот этот вердикт этой комиссии, и в результате получили абсолютно оправдательный. То есть, 100% пророссийский в пользу агрессора вердикт комиссии Тельявини. Это огромный позор. И причем это не было воспринято, как какой-то позор в Европе. Потому что, ну ладно, там один человек написал какую-то чушь. Но это не было, я не помню каких-то массовых возмущений по этому поводу. Ну ладно, ну да, вторгся, вторглась Россия, нарушив международное право на суверенную территорию другого государства. Ну, отторгла фактически значительное участие этой территории от Грузии. Ну ладно, с кем не бывает. Вот примерно такая реакция. Реакция позорная, реакция преступная. И она действительно вызвала ощущение безнаказанности, уверенности в том, что всегда можно договориться. И это, безусловно, конечно же, Путин держал в голове, когда оккупировал Крым, когда устраивал войну на Донбассе. И когда вот вторгался, безусловно, вот эта вот пятидневная война в Грузии, она, безусловно, учитывалась как фактор возможной и обязательной безнаказанности. Потому что я думаю, что сыграла очень существенную роль, сыграли эти события 8 августа 2008 года. А вот мы когда говорим про мягкость реакции, в том числе в 2008 году, а потом такая же, по сути, вялая реакция на аннексию Крыма, да, если гибридная война на Донбассе, там, все-таки, она была завуалирована поначалу. Ну, понятно, хотя в самых первых дней все было понятно. Тем не менее, в Крыму все было, вскрылось через, там, три дня, да, когда зеленые человечки, неопознанные, вдруг превратились в российских солдат с триколорами. Но, тем не менее, все равно, и заявленный псевдореферендум и так далее, все равно мир вяло реагирует. Игорь Александрович, это проблема персоналей, вот тех людей, которые занимают конкретные позиции в креслах глав держав, или это такая международная сложная бюрократия и неповоротливость? Я думаю, что это связанные вещи. Дело в том, что эти персонали возникли именно в недрах бюрократии. То есть, откуда берутся современные политики? Они берутся как раз из партийных бюрократий. Они берутся именно оттуда. Ну, за редким исключением. Поэтому это связанные вещи. А так, что, понимаете, опять-таки, все-таки очень существенно изменила ситуацию вот в целом в этих отношениях две вещи. Первая – это абсолютная расслабленность после распада Советского Союза. То есть, обстановка холодной войны, она бодрила. Знаете, холод, он бодрит. Он бодрит, он, знаете, полезно для здоровья, бывает холода. Как в шлягере одном поется. Вот. Холодная война бодрила. Холодная война порождала таких людей, как Тетчер, таких людей, как Черчилль, таких людей, как Рейган. Вот это были дети политики, возникшие в недрах и в обстановке холодной войны. Вот. А после того, как Советский Союз распался, империи зла нет. Ну, все, вроде как холодная война закончилась. Значит, империи зла больше нет. Вот. И настала вот эта вот эпоха Фукуямовщины. Значит, не тем, не злым словом будет помянут американский политолог, социолог Фрэнсис Фукуяма. В общем, не самый последний человек. Написал много хороших книжек. Ну, вот это вот конец истории «Последний человек». Это как раз был символ вот этого вот ощущения того, что все, история закончена. Дальше уже, так сказать, это будут какие-то путешествия. Закончилась тьма, закончились всякие проблемы. И дальше будет путешествие по саду наслаждения, по саду радости. Дальше уже можно заниматься зеленой энергетикой. Дальше можно будет там помогать каким-то бедным. То есть, ну, в общем, короче говоря, как-то дальше развивать гуманизм, права человека. Заботиться друг о друге. Заниматься исключительно там правами ЛГБТ и так далее. То есть, ну, в общем, короче говоря, развиваться в собственной логике. Вот. Выяснилось, что нет. Выяснилось, что империя зла не исчезла. Она только уменьшилась немножко и чуть-чуть заснула. Проснулась и снова как новенькая. Вот. И к этому никто не готов был. Расслабились. Фактически Европа полностью разоружилась, лишилась армии. Политики привыкли существовать в комфортных тепличных условиях. Вот. И поэтому абсолютно не были готовы к тому, что вот появилась путинская Россия. Все 90-е годы это была обстановка расслабленности. Никто совершенно не ждал. Никто не готовился к тому, что нужно противостоять какой-то агрессии. Да. Был терроризм. Но с терроризмом отдельная история. Это все-таки... С терроризмом можно бороться полицейскими методами. А здесь война. К этой войне никто не был готов. И когда в 2008 году возникло вот такое вот Путин... Ну, Путин, потому что Медведев-то и нет никакого Медведева. Понятно, что когда Россия показала свое Мурло, вот такое вот агрессивное, фашистское, то к этому никто не был готов. И как бы... Ну, ладно. Может, это случайность. Но в конце концов, ну, что такое Грузия? Да, подумаешь, Грузия. Где она, эта Грузия? Ее стали... Поскольку называется это Джорджия, ее путали со штатом Соединенных Штатов Америки. Я не шучу. Это действительно было так. Некоторые, так сказать, не понимали, о чем идет речь. Вот. Поэтому я думаю, что вот это... И в конечном итоге измельчание, инфантилизм политических лидеров, вялость, слабость, дряблость их политической позиции, отсутствие политической мускулатуры их, оно связано с растренированностью. Понимаете? Растренированность. Просто в условиях Холодной войны эта политическая мускулатура, она постоянно упражнялась. А здесь нет. Вот. Сейчас я не знаю. На самом деле, пока не видно, что в условиях возврата к эпохе, даже не Холодной войны, похуже. Пока не видно, что на это западные политики как-то реагируют. Пока продолжается вот эта вот эпоха соглашательства, к сожалению. Две новости. Коротко хочу обсудить, что успеть с вами из-за океана. Одна условно из-за океана. Значит, первое не условно. Президент США Байден заявил, что совсем не уверен, эта цитата, в мирной передаче власти, если Дональд Трамп проиграет выборы в президентской гонке. Мы привыкли думать, что Соединенные Штаты такой образец демократии, хотя вот случай уже был, когда Капитолий, рога, то, что вменяет вину, значит, Трампу и сейчас. Как думаете, действительно может начаться какие-то процессы антидемократические и то, что было в Капитолии тогда, был некий пробник, что ли? Ну, собственно говоря, это, знаете, неприлично подозревать, когда уверен. Я же лет, цитата. Ну, почему я так говорю? Потому что Трамп же сказал. Трамп сказал четко и ясно, когда его спросили, согласится ли он с поражением, если он потерпит поражение на этих выборах. Он сказал, что соглашусь, если эти выборы будут честные, и если это будет поражение справедливое. А кто будет признавать справедливое поражение? Ну, сам Дональд Трамп. Вот и все. Вот вам ответ. Единственный судья во всех политических делах это сам Дональд Трамп. Вот, поэтому я думаю, что вероятность того, что он не признает поражение, она не то, что близка к 100%, она просто им равна. Так, и еще одна вот. Ну, я обещал сказать, что у CNN на первой главной странице другая главная новость. И новость такая. Организаторы отменили три концерта Тейлор Свифт в Австрии после того, как власть арестовали двух подозреваемых по подозрению в планировании теракта во время венского этапа ее тура. Выступая на пресс-конференции в столице, полиция сообщила, что 19-летний гражданин Австрии, которого они идентифицировали как сторонника ИГИЛ, был арестован. Ну, я думаю, феномен Тейлор Свифт, для меня немножко непонятен. Если честно, я вот не фанат, не знаю, Игорь Александрович, как вы. Но, наверное, еще бы из того, что я читал, и будут изучать еще, что влияние Свифт на мировой, даже не только музыку. Тем не менее. Вот такая новость номер один. И тут и музыка зашита, и ИГИЛ. Что думаете вы об этом возможном, интеракте? Я думаю, что сейчас ИГИЛ, на самом деле, меня больше интересует ИГИЛ, чем музыка, в данном случае. Хотя музыка – это здорово, но здесь, конечно, это новость про ИГИЛ в основном. И я думаю, что ИГИЛ сейчас находится в ситуации сложной. То есть, у них, в их политической биографии не лучшие времена, потому что территорию они потеряли. на самом деле, весь этот мировой терроризм – это в конечном итоге бизнес. Ну, этому есть доказательства. Понимаете, вот убитый Исмаил Хани, он был долларовым миллиардером, если не ошибаюсь, 4 миллиарда долларов составлял его состояние. Так что, эти все ребята, во-первых, они атеисты, безусловно, то есть, ни в какого Бога они, ни в какого Аллаха они не верят. Об этом свидетельствует их очень высокий уровень. Ну, как правило, не все, наверное, но, как правило, они, так сказать, такие циничные, расчетливые люди. Вот. Судя, просто анализ поведения показывает это. Во-вторых, это бизнес, это борьба за место вот на этом рынке террористических услуг. Еще раз подчеркиваю, это рынок террористических услуг, который существует, там есть спонсоры, там есть борьба за капитализацию, значит, им нужны громкие теракты для того, чтобы получать финансирование им нужны громкие теракты. Значит, к счастью, Француз, ну, Олимпиада еще не закончилась, и, в общем, я и думаю, что не только я, но и французская, и в целом европейская система безопасности очень старается избежать возможности терактов на Олимпиаде. К этому были предпосылки и говорили о том, что вот Олимпиада, здесь ИГИЛ проснется. ИГИЛ в сложном положении, они не имеют территории, они находятся там в горах Афганистана, во враждебном окружении. Талибан их не любит, Талибан их преследует, они враги Талибана. То есть, они находятся, так сказать, да, это, в общем-то, они находятся, скажем так, в некоторой изоляции среди террористического интернационала, по которой в значительной степени возглавляется Россией. То есть, у России, друзья, такие террористические организации, как Талибан, Хамас, Хизбала, Йеменские хуситы, ну и головной, так сказать, структуры этого ближневосточного терроризма, это Иран. Вот. Ну а ИГИЛ противостоит всем, ИГИЛ враг всем этим террористическим организациям. Поэтому он находится в сложном положении. И поэтому ищет, где бы, где сделать резонансный, им очень важны резонансные площадки, на которых можно сделать теракт. Для того, чтобы, ну как в свое время, там, у самого Бен Ладена, Аль-Каида, устроила вот этот, ну вот, теракт тысячелетия 11 сентября. Башни Близнецы. Резонанс. Вот что важно. На самом деле, терроризм вот 21 века, это абсолютно медийное явление. Абсолютно медийное явление. Они исключительно, они находятся внутри медиасферы. И они делают теракты исключительно для медийного резонанса. Поэтому вот концерт, это подходящая подходящая, так сказать, место для теракта. Конечно, я так понимаю, что для ИГИЛ самый идеальный вариант был бы устроить какой-то громкий теракт на Олимпиаде. Я не хочу каркать на эту тему, поэтому здесь я просто, так сказать, закрываю рот, потому что не хочется ничего говорить по этому поводу. Я думаю, что они очень будут пытаться. Надеюсь, что у них ничего не получится.